Девушки отдыхают Путешественники вспоминают в огнях об осу, что им довелось узнать и увидеть Чему только не учит дальняя дорога, увлекательная жизнь под открытым небом Давайте присядем рядом Присядем и послушаем хотя бы о том, как в один жаркий день возвращались ребята на базу и мечтали о холодном душе А что, в самом деле вышло забавно Только мы размечтались о душе и, пожалуйста, исполнении желаний Да какой час ты! Того и гляди промоклись до низки На наше счастье база была совсем уже близко Но самый главный сюрприз нас ожидала в лагере Разбегаясь по палаткам, мы, конечно, и думать не думали, что спешим навстречу любопытнейшему открытию На собственном опыте мы познакомились с одним интересным свойством воды Началось с того, что у наших соседей потекла палатка Никогда раньше не случалось ничего подобного Почему палатка течет? На этот вопрос здесь так и не нашли ответа Наша палатка не пропускала ни капли Клонить взоры к сокровенным тайнам природы Нас призывал мастер белой и черной магии Знаток физики и естествознаний Сергей Ибн Андрюша Эта игла, сказал он, откроет вам свойство воды Которую нужно знать всем, кто вступил на тропу странствий На поверхности воды есть тонкий и упругой код Он так прочен, что удерживает стойную груз У наших соседей паника Спасайте, кто может! Пострадавшие клялись, что у них не палатка, а сито И что они только чудом не утонули А, собственно, над чем мы смеялись? Самым смешным оказалось то, что настоящие сито вовсе не протекают Если только дырочки в нем не очень крупные Вы не забыли фокус иглой? Упругая пленка, которая словно одевает со всех сторон жидкость Накрывает каждую дырочку сито И вода не может эту пленку проглазить Но если эту пленку разрушить, сито потечет То же самое выходит, когда нарушается водяная пленка ячейк ткани Если палатка натянута плохо Вода разрывает пленку собственной тяжи В общем, хотите удивляйтесь, хотите нет А защищает нас в палатке от воды сама вода Да, гоность есть о чем Разве думал хоть кто-нибудь из нас, что обыкновенный костер стоит множество секретов? Ну какая, казалось бы, трудность разжечь его? Лишь бы спички не подводили Еще мгновение и... Ничего, как говорят мудрецы, дыма без огня не бывает Правда, наш вожатый явил, что разжечь костер надо уметь И отправился стругать какие-то хитроумные индейские палочки Любопытно Но мы считали, что справимся и так И почему это наш костер не разгорал? Пришлось уступить место и получиться Так, растопкой сухих игл Поверх нее индейские палочки Затем хворост И действительно, такой костер вспыхивает от одной спички Здорово! Век живи, век учись В тот день мы узнали, что разжигание костров Это целая наука Видели вы, например, костер-шалаш? Дров на него идет мало А вода на узком пламени закипает в два счета Когда требуется больше жара и углей Огонь разводят по-другому Этот костер называется колодцем Костер каежный делает из больших бревен Достаточно его разжечь с помощью хвороста Эти бревна будут греть охотников всю ночь А сигнальные костры В какие только цвета не окрашивают их разными химическими веществами Условьте, что означает каждый цвет И в вашем распоряжении походный телеграф Оказывается, у костра можно не только посидеть Поговорить Помните пляж? Здесь многие из нас впервые научились плавать Туристу это необходимо А до чего же некоторые боялись воды? Вовка уверял, что он мигом пойдет на дно Ну что делать с таким человеком? Мы показали Вовке, что в воде человек всплывает, как поплавок И напомнили ему закон Архимеда Ни нам, ни Архимеду Вовка не хотел верить Вот сюда Да попав в воду, любое животное двигает лаками, как при ходьбе И спокойно плывет И разве только собак? Уж на что тухопутная птица курится? А смотри А люди-то сначала учатся в неуку При плавании человек подражает животным, для которых вода родная стихия Например, в стиле брас Движение явно позаимствовано у лягушки Один из самых быстрых способов плавания — кроль Движение ног в кроле напоминает удары рыбьего хвоста Так мы убеждали Вовку, что человек и в море может чувствовать себя, как рыба в воде И представьте себе Наш рассказ о встрече с подводными спортсменами сразил Вовку окончательно Ему тоже захотелось плавать вместе с рыбами В мечтах он уже видел тебя воскорительным сказочным существом, вооруженным устройствами для дыхания горбатой Через несколько дней мы не узнали Вовку Правда, он снова убегал, но куда? Вовка научился глянуть Пока по-собаче Ну вот, друзья, мы не посидели у походного костра Отсвольте ищите До свидания До новых встреч субтитров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok